В Центральной библиотеке открылась выставка художницы Ирины Молодцовой. В своих картинах она придерживается основ японской гравюры – минимализма, символизма и условности в изображении. А началось увлечение, ставшее делом всей жизни, с университетской скамьи. На лекциях истории искусств, когда увидела, услышала рассказ о японской гравюре, ну, это было более 40 лет назад, я в нее влюбилась. И болею этой любовью до сих пор, практически не изменяя этому направлению. На выставке представлено 60 работ. Среди них традиционные японские мотивы – цветы птицы, пейзажи, гейши, а также свитки и картины веера. Открытие экспозиции посетили любители живописи и поделились своими впечатлениями. Ну, вообще, конечно, очень такое трогательное искусство, очень красиво, очень красиво, удивительно. Ну, сейчас Ирина Сергеевна рассказала, оказывается, рисовая бумага, она бывает, оказывается, тонкая и поплотнее. Я не знала. Тут надо подойти к каждой картине и, на самом деле, ее прочувствовать. Тут музыка способствует погружению. Ну, не знаю, девушки, конечно, красивые, природа. Понравились маки, вот те с золочением, потом рыбки понравились, и цветы понравились. И жанровая живопись тоже. Ну, в общем, все понравилось. Вся жизнь Ирины Молодцовой связана с японской культурой. Но, к сожалению, страну восходящего солнца художница до настоящего момента так и не посетила. Но все же не теряет этой надежды. Японец, который был на вернисаже и смотрел мои работы, сказал, что в прошлой жизни, скорее всего, я была в Японии и жила там. Я не сопротивляюсь этому. По словам посетителей выставки, дух и атмосфера восточной страны мастерски передана в представленных картинах. Особенно они отмечают количество мелких деталей в работах художницы. А когда вот здесь, в нашем городе, художница, которая интересуется этой темой, более 40 лет смогла представить свое творчество, слов нет, как это здорово. Выставка будет работать в библиотеке до 30 ноября. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.